За окном 7 сентября прошла первая неделя первого осеннего месяца и самое время начать об этом говорить. Но приступим мы с новостей, которые пришли вчера. А именно, с помощью вот такой вот вилки я буду есть сегодня обед, а с помощью такой же ложки палестинцам удалось сбежать из одной из самых охраняемых тюрем Израиля. Шестеро заключенных смогли прокопать туннель именно такой ложкой. Эпик фейл, как говорится. В Гвинеи, небольшое государство на западе Африки, на берегу Гвинейского залива, произошел военный переворот, который долго опровергался. Как итог, 83-летний обнуленный президент был задержан, а контракты компаний или концессии стали под вопрос. Почему это так важно для мира? Потому что Гвинея содержит в своих недрах половину мировых запасов бокситов, из которых добывают алюминий. В том числе это половина алюминия Китая и 40% алюминия Русала. Это грозит очередным дефицитом алюминия, ростом цены, а для Русала не только убытками, но и огромными плюсами в связи с тем, что будет рост на производимый товар, так как не все алюминиевые болвашки добываются только в Гвинеи, и, соответственно, Русал даже выйдет в огромный профит. У Бориса Вишневского образовались два двойника, и отличить их от него можно только по отчеству Лазаревич. В Оренбурге утром был грандиозный туман, улицы стоят от потоков машин, и доехать на автобусе практически невозможно. Поэтому всем рекомендую пересаживаться на велосипед, бороться с выбросами, и упрощать себе жизнь в попытках добраться до работы. На этом короткий обзор 7 сентября закончен. Очередной ролик будет выпущен вечером. Всем пока. Подписывайтесь на канал, как говорится. С вами был Лев Реальто.